Уважаемые зрители, я приветствую вас на своем канале Прогулки Аникве. Сегодня у нас прогулка неподалеку от моего офиса будет проходить. И сегодня я расскажу вам страшную историю. Тот ад, в котором я живу, точнее работаю. Я работаю в офисе, напоминаю, главным бухгалтером. Я пенсионер, на пенсию еще в 2015 году ушла, но работаю до сих пор, пока главным бухгалтером. По закону Республики Казахстан я имею право работать до тех пор, пока руководитель не пожелает на эту должность привлечь другого человека. В общем, пока я его как бы устраиваю. Итак, дорогие друзья, что же сегодня случилось? Я была вынуждена выйти на улицу. Я вышла сейчас в мокром пальто. Посмотрите, у меня такая спинка. У меня вот это пальто, вот посмотрите, все мокрое. Карманы у меня сейчас застывают, просто такие ледяные становятся. Почему у меня мокрое пальто? Да потому что меня в офисе облили водой. А знаете, почему такое происходит? Может, вы представите, что такое невозможно? Нет, дорогие друзья, очень даже возможно. Очень возможно. Ну, представьте, пенсионер. Работает в офисе главным бухгалтером. Есть заместитель, который видит во мне конкурента, который сволочь старая, не уходит на пенсию. И она пытается уже несколько лет испортить мне жизнь. В каком смысле? Как можно испортить жизнь главному бухгалтеру? Как вы думаете? А как вы думаете, как? Да, можно, конечно, нагрубить. Ну, не просто нагрубить, а сказать, ты шалава с 17 лет, проститутка с 17 лет. Это сегодня мой адрес было сказано. Ну, и вот все в таком стиле. Шалава, проститутка. Пошла ты туда-то. Стараюсь конфликта с ней не вступать. И ее обязанности как бы даже ее не задевать. Почему? Потому что себе дороже. Но принцип этой молодой женщины в том, как она мне может испортить настроение. Очень просто. Как можно испортить главному бухгалтеру? Вот сто раз задала вопрос. Напишите в комментариях, как же можно это сделать. А, дорогие друзья, я вам скажу, как это сейчас можно сделать. Сейчас можно сделать это. Дело в том, что существует квартальная отчетность, которую я отправляю годовая, квартальная, месячная, статистическая, налоговая. Думайте меня, шеф, просто так здесь держишь за красивые глазки бабские, бабкины глазки. Нет. Из-за того, что, как сказать, я справляюсь с этими обязанностями. А обязанности очень сложные. Главное, бухгалтер это очень ответственная прежде всего работа. Это не понты, а это ответственная работа. Потому что за несдачу или несвоевременную сдачу какой-либо отчетности очень суровые санкции, суровое наказание идет. Просто, вы не представляете, мало того, что исполнителя могут наказать, еще могут наказать организации. Смотря малый бизнес, средний бизнес, все какое-то. и наказывают именно тем, что штрафы большие, огромные. Ну и представьте, если организация, если я не сработаю нечетко, неправильно, и будет штраф какой-либо, то так, теперь заворачиваемся, идем в обратную сторону, дорогие друзья. Если будет какой-либо штраф, то, ну это миллионные, это миллионы тенге, то представьте, руководитель, как вы думаете, будет терпеть такого бухгалтера, и вообще это опасно, и может переложить эту ответственность по выплате штрафа на физлицо, на исполнителя. Поэтому работа в этом плане очень напряженная. И я стараюсь все четко исполнять. Но! И как мне могут повредить? Никак не могут. Вот что бы там они ни сказали, я здесь просто давно работаю, репутация определенная, в лицо что угодно мне можно говорить, что я там такая, и такая, розетка, а я такая, как есть, у меня определенная репутация, определенный образ жизни уже, и что обо мне скажешь? Ничего такого не скажешь. Вот. Ну, тем не менее, не други они, не друг один, в основном время не теряет. И что она делает? Она делает, она задерживает работу, она задерживает свою часть работы, без которой нельзя составить целое, все целое, весь отчет, в общем, весь отчет. Потому что она задерживает, ей начинаешь что-то говорить, там, напоминать, и это все в штыки, это все в такие штыки, поэтому уже, знаете, такие подходы, вот дурочкой прикидываюсь, жаловаться бесполезно, руководство, ну, она молодая женщина, конечно же, на ее стороне, она, я не скажу, что она плохой работник, нет, она очень хороший работник, на своем участке, без нее даже руководство обойтись не может. Но мы, мою должность, она не может здесь быть. Вот у меня, знаете, сегодня эта женщина должна была перечислить поручение сделать, для того, чтобы там изменения произвели в информационной базе, и я продолжила свой отчет. Но всего небольшая сумма, очень мизерная. Но человек не может палки в колеса сделать, потому что отчет уже практически готов. Но есть такая трехсотая форма, она очень скрупулезная, ее надо там, я каждый документ прокрыживаю, проверяю там, чтобы электронные счет фактуры, и, например, то, что в Одинэске совпадало. В общем, там доскональная проверка, поэтому меня не беспокоят, никакие уведомления нет. Я с 90-х лет работаю, никаких проблем у меня с налоговым нет. Поэтому и как бы руководству я как бы, ну, подхожу в этом плане, что четко выполняю свою работу и требую. Но не жалуюсь, не хожу, у меня нет такого, чтобы пожаловаться, что человеку так вот и бесполезно жаловаться. Ну, что я могу сказать? Ну, это даже не специалисты понять не может. Итак, человек не стал перечислять, сказал, ты дура старая, сама садись и сделай это поручение. Но это как бы ее обязанности, я даже не имею права вмешиваться, потому что там цифровая подпись и все такое. Ну, начальник говорит, сделайте, я типа подпишу все это. Я сделала, но электронно не могу со своего компьютера это отправить, потому что, ну, там нюансы. Вот. Ну, и потом это заходит, говорит, слушай, ты, заходи, давай, садись, только бери стул свой, я обрезаю, когда сидишь на моем стуле, вот, и сама отправляй. Ну, я сконвертировала, отправляю, а эта стоит, девушка, что попало, говорит, вот всякую околесицу сбивает. Ну, я подписала цифровую подпись все-таки, созвонила с шефом, отправила документ. Ну, и вот в таком плане. А там мне стало такие вещи говорить, вот мы все идем сегодня в кафе, или завтра, или в кафе, а тебя, я попросила, чтобы не брали, все на ты, и чтобы не брали. Я говорю, да я, собственно, не любитель в кафе ходить, я только хожу на корпоративы, ну, видео, чтобы снять, а так, я говорю, как бы, не набиваюсь особо в друзья. Ну, и так далее. Ну, и вот она мне там обзывала, обзывала всякое, потом... Ну, а я такой человек, что, как бы, что пало не говорю, но могу сказать не в бровь, а в глаз. Ну, я ей говорю, вот, поедете в Ускамон в субботу, чтобы, смотрите, колеса у вас ровно ехали. Ой, блин, все, этот человек кинулся на меня драться. Мне пришлось кричать, чтобы, ну, реально, дорогой телефон могла разбить, очки, это уже было в 2015 году, такое же нападение. Начала кричать там, я начала кричать, помогите, помогите, из соседнего офиса, коридор полупустой, выбежали люди, которые помогли, остановили ее, растащили нас в разные стороны. Ну, как растащили? Она же меня пыталась ударить, там, руки длиннющие, сильные, я человек мощный такой. Ну, смысл такой, что человек хочет быть главным бухгалтером и ищет повод поругаться. А я могла бы уйти, но я не иду, потому что у меня там кредиты всякие, у меня ремонт, у меня внучки в школу пошли. И я как бы могла бы плюнуть, да идите вы все к черту, но не могу уйти по двум причинам, что отчет надо завершить, и по той причине, что у меня же кредит, ведь, дорогие друзья, так сколько минут у меня уже. Вот, ну и вот по этим причинам. Но, в общем, получилось так, что я решила уйти, выйти на улицу, потом позвонить, шефов не было, позвонить и сказать, что я уезжаю сегодня, объяснить ситуацию, что конфликтные, они в курсе, что бывает периодически, раз в полгода, бывает раз в полгода, по осени и весной вот такие ситуации, что такая ситуация, я сегодня, обычно мне говорят, вы сегодня отдыхайте до конца. Вот, я хотела примерно так, и, ну, вслух я сказала, я иду в полицию, ну, думала так, а в полицию, говорю, человек может испугался, что в полицию или что, подскочила ко мне, охранник задержал меня, не дал выйти, я в пальто была, в шапке, ну, я просто хотела выйти, охранник меня задержал, не выпустил, дал возможность этого бухгалтеру вылить на меня, вот на пальто именно, воду, литр воды из бутылки, вот, ну, охранник тоже у нас, как бы, именно такой, что, ну, в общем, не хочу подноготную говорить, но, в общем, вот так вот, дорогие друзья, стараешься никого не трогать, стараешься никого, моя хата с краю, ничего не знаю, но, такая политика, она обычно приводит к тому, что заставит тебя заниматься этой политикой, этими отношениями, ну, в общем, вот так вот, стараешься милыми быть со всеми, думаешь, что ты слабый человек, не можешь дать ответ, эта девушка, она, у неё высокопоставленные родственники, высокопоставленные, и она мне сказала, что ты быдло, она сегодня орала мне, говорит, ты быдло, 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 вот представьте мне, человеку начитанному, человек, женщина, которая прочитала, если, ну, книг пять в своей жизни, вот такая вот, распальцованная, мне кричала, что я быдло, ну, вот представьте, вот такие времена наступили, сейчас учителей в школах бьют, главный бухгалтеров тоже вот так нападают, и вот такая же, вот видите, я иду мокрая, у меня вот пальто, всё такое теперь во льду, оно промокаемое насквозь, ну, эта женщина тоже вышла, сейчас вернулась, честно говоря, я боюсь находиться там, и вот не знаю, ехать ли в этом мокром пальто домой, и самого главного руководителя нет, чтобы ситуацию прояснить, ну, и это ничего не изменит, дорогие друзья, справедливости нет, как и нет, вот беспредел какой-то, беспредел и безнадёга, в общем, я чувствую себя пострадавшим, человеком, жертвой, поэтому, дорогие друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, ну, может быть, я там не все нюансы сказала, ну, просто не могу всё, всё-всё-всё, не могу все карты, как говорится, открыть, потому что есть и коммерческая тайна, и всё такое, но я рассказала об общих чертах, ну, сегодня я подверглась нападению, меня облили водой, обматерили, прямо буквально в матом, вот, начальство не принимает никаких мер, абсолютно, ещё могут сказать, Льва Фёдоровна, замолчите, хотя орёт другой человек, просто я же не такая высокопоставленная, хоть я и главбух, ну, вот так как-то поэтому, дорогие мои зрители, я вас всех обожаю, всех люблю, напишите, пожалуйста, ваше мнение, всего доброго, до новых встреч!